да вот иногда с крупных рыб маленький крючок очень сложно вытащить все новое связал кстати клюнул на 2 тигровых орешка привет друзья сегодня у нас речь пойдет о карповом поводке классическом простом универсальном который используется наверно большинстве случаев подобное видео я снимал лет пять назад и недавно подписчик спрашивал ничего ли не поменялось да действительно друзья поменялось потому что то видео можно сказать просто был видео пересказ того чем у меня учили азы остались те же но сейчас появился небольшой опыт можно дать рекомендации некоторых маленьких фишек конечно же улучшить качество то видео конечно оставляет желать лучшего итак поехали чтобы сделать классический карповый поводок нам понадобится соответственно поводковый материал набор инструментов крючок набор трубочек силиконовых и стопор в принципе все но еще для удобства потребуется вот такой вот инструмент для отмерки волоса и так самое важное в поводке это конечно же крючок их всевозможное количество разных видов большинстве случаев я использую классическую форму white gate за это время пять лет прошло практически я пробовал огромное количество разных крючков и пришел к выводу что по цене качеству для обычного рыболова мы даже используем и на соревнованиях эти крючки это вот тебе продукт джаггл хук и хайбуса к 1 но нужно заметить что есть у них разница в размерной сетке чтобы вы не путались хайбуса допустим четверка это примерно как единица у пиви продукта еще один момент хайбуса ну такой наверно с и на самых популярных и бюджетных крючков у них есть серия к 1 а есть один к 1 xs это утолщенная проволока использовать его нужно в тех случаях когда необходимо форсированное уваживание либо очень сильная крупная рыба что касается поводкового материала их тоже огромное количество флюрокарбоновые жесткой в мягкой оплетки сейчас могу сделать следующие выводы лично для меня до фаворитах если говорим о дорогих материалах это fox 7 и стив полу жесткий и корда n-trap soft мягкий два отличных материала которые хорошо держатся на них оплетка и большинстве случаев пользуя именно их если речь идет о бюджетных это climax skin braid именно в новой упаковке он очень похож по своей структуре на корду n-trap не знаю возможно даже это где-то там на одном заводе все делается не буду утверждать не знаю и катран у них огромный ассортимент но для себя вывел это аспид 6 и хамелеон хамелеон по цене качество отличный вариант мы даже их на соревнованиях пользуемся когда нужно вязать огромное количество поводков и чтобы хоть как-то сэкономить используем именно его тоже хорошо держится оплетка и сам по структуре такой получается средней жесткости вот давайте сейчас мы как раз на нем и свяжем отмеряем порядка 30 сантиметров поводкового материала материал в оплетке имеет вообще несколько преимуществ во-первых при забросе он не дает поводку сильно закручиваться как это может случиться с обычным мягким материалом второе он защищает поводок при ловле на агрессивном дне на ракушке когда там грязное замусеренное дно и имеет место мнение о том что он увеличивает качество засечки теперь нам нужно снять оплетки 13 сантиметров я знаю что вы любите все что было в размерах и мы сейчас так и поступим дальше нам нужно снять эту оплетку с помощью такого инструмента можно воспользоваться брендовыми дорогими можно воспользоваться китайским аналогом никакой абсолютно разницы в работе их нет снимаем оплетку ведь он достаточно хорошо снимается но при этом все равно усилия требуется прилагать есть теперь нам необходимо одеть маленький силиконовый стопор я использую самые дешевые китайские маленького размера одеваем его можно не одевать если вы допустим из будете в дальнейшем использовать одиночный бойл а если у вас будет напустим пелец с шляпкой по папа либо два подрезанных бойла тогда имеет смысл его одевать дальше там где у нас мягкая часть поводкового материала делаем обычную петельку я это делаю с помощью монтажной иглы делается очень легко и просто даже всего с пальцы большие петелька небольшая в районе 2 3 миллиметров и обрезаем лишнее следующем этапа нам нужно одеть силиконовую трубочку их всевозможное множество различных диаметров подбирайте под размер крючка при ловле на маленькие крючки в принципе можно даже и отказаться от этой силиконовой трубки но при этом нужно будет больше сделать витков на безузловом узле но я по классике буду использовать силиконовую трубочку в районе 2 миллиметров отрезаем и вот на примере крючка как раз при продукта единички мы его сейчас и будем вязать одеваем на наш поводковый материал силиконовую трубку и протягиваем нашему стопор далее берем крючок и жалом одеваем по направлению к нашей петельке есть и другой конец поводкового материала продеваем сверху вниз то есть к жалу нашего крючка теперь нам необходимо отмерить длину волосы можно это делать на глаз можно сначала сюда надеть насадку а затем уже сформировать волос но я воспользуюсь с таким приспособлением для измерения длины волоса есть саларовский фирменный очень дорогой есть аналог абсолютно такой же китайский функционал у них один и тот же я как правило делаю стандартные в районе 14 16 миллиметров петельки для этого мы просто одеваем ее на вот эти вот верхние штырьки и устанавливаем крючок под бортик строго перпендикулярно и начинаем наматывать без узловой узел делаем порядка четырех пяти оборотов дальше мы можем сразу поводковый материал также сверху вниз продеть через ушко нашего крючка но при этом в момент затягивания у него у вас волос начнет выезжать в сторону его нужно будет постоянно поправлять и важно чтобы волос в конечном итоге проходил ровно по верхней части крючка но я вам обещал небольшую фишку лайфхак показать смотрите тот момент когда мы завершили последний оборот вокруг крючка мы делаем петельку заводим также дальше наш поводковый материал и уже продеваем через эту петельку сверху вниз наш поводковый материал получается такая удавка которая уже не дает этим виткам крутиться при этом фиксация получается надежная и волос идет по верхней части крючка идеально ровно из-за того что мы самом начале сняли 13 сантиметров оплетки сделали маленькую петельку у нас осталось расстояние мягкого поводкового материала от края крючка до начала оплетки в районе двух сантиметров это предостаточно для того чтобы крючок имел дополнительную свободу что касается термоусадочные трубки то тут скажу честно раньше я без нее вообще не мог и не забрасывал поводок ни под каким предлогом сейчас пришел к тому что если на крючке ушка немножко загнуто вовнутрь вот он для примера хайбуса к 1 да и пб продукт у этого прямое у этого чуть-чуть загнута то в принципе можно обойтись и без термоусадочные трубки если начинается какие-то схода непонятные то возвращаясь могу поэкспериментировать просто одевайте 5 миллиметровый кусочек на ушко и над чайником над паром ее фиксируйте теперь нам необходимо отмерить длину самого поводка кто-то меряет от изгиба крючка я начинаю от самого ушка как правило это 15-17 сантиметров но учитывайте что один сантиметр уберет узел восьмерка ну допустим отмеряем 16 складом его пополам заводим петельку и поворачиваем берем монтажную иглу и удобно делать и заводим вовнутрь вот видите у нас цифра восьмерки такая сообразовалась и затягиваем и в принципе наш поводок готов здесь где петля верхней части одевается так называемый отводчик я не понимаю зачем продаются готовые поводки сразу здесь вертлюжком это полный бред он должен крепиться в дальнейшем на быстросъем просто одевается и фиксируется этим отводчиком все никаких премудростей дальше доведем его уже до конца до оденем бойл как правило я ловлю на 15 миллиметровый подрезанный бойл и половинку сверху 10 по папа но вы можете всегда его отрегулировать с помощью стопоров удлинителей таких то есть вот смотрите сейчас мы зафиксировали его обычным стопором это бойл у нас 14 миллиметров как я проверяю что волос у меня в порядке я устанавливаю силиконовую трубочку напротив жала и бойл как бы должен проходить по краю крючка это как бы считается но я сливы лично считаю идеальной длиной волоса это что касается именно тонущих насадок если мы ловим на по папы и нейтральной насадки там может волос быть намного короче вот но если нам как уже сказал нужно поставить допустим 20 бойл до либо к этому добавить половинку по папа соответственно он размере увеличивается но у нас есть стопоры которыми мы все это дело не видируем и уже на глаз подбираем длину стопора который нам необходим если там видите что совсем крупная насадка вам необходимо ну тогда берите вот самый длинный я взял средний вот как раз он идеально подошел ровно по краю все можно забрасывать ничего сложного в этом нет когда я приезжаете на водоем мы вы не знаете что же забросить вот этот поводок вам всегда поможет с него собственная большинстве случаев и начинаю на этом все спасибо всем за просмотр надеюсь это видео будет вам полезно все ссылки на бюджетные расходники я размещу в описании под этим видео до новых встреч всем друзья пока